Бога храни мою страну, Российскую, Настоятель, брат, веревитый, Божий, Святого права, Всего и вся православная, Христиан, Господи, сохранит нам новое место. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы слышали слова очень знакомые в Евангелии. Однако, это только кажется, даже время произнесения этих слов отличается от тех слов, которые нам знакомы. Мы на просительном молебне, всегда, когда какое-либо прошение ко Господу, вспоминаем подобные слова. Но из Евангелиста Матфея. И они, эти слова, взяты из Нагорной проповеди Спасителя. «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». Это мы слышали, знаем. А вот сегодня читается нечто подобное, но совершенно в другом контексте. Почему так? Это 11 глава Евангелиста Луки, а если взять повествование Евангелиста Луки о Нагорной проповеди, то это будет глава 6 в основном. Поэтому здесь, по сути дела, слова другие, сказанные в другом месте, по другому, можно сказать, поводу. То есть Господь говорил подобное в разных обстоятельствах, в разных условиях. И хотя и подобное, но и отличающееся. Есть в этих словах и сходство с теми словами из Нагорной проповеди, а есть и отличие. Вот что мы слышим. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И те, кто был свидетелем Нагорной проповеди, слушая эти слова, как бы вспомнили. Да, это Господь говорил. То есть мы видим жизнь церкви апостольской, апостольской общины, которая одни и те же слова слышит в разных местах. И, конечно, каждый может отнести на свой счет то, что если Господь это повторяет, то это для Него. Потому что слышал, но не исполнил. что это значит в совершенном смысле «просите и дастся вам». Это значит жить, дышать непрестанной молитвой. Вот. То, что скажет уже апостол Павел в послании к Солунинам, за все благодарите, непрестанно молитесь. Это тоже от Господа, но через апостола Павла, но это по сути дела уже было сказано этими самыми словами «просите и дастся вам». И эти слова усваиваются христианинам год от года, слышащим одно и то же, на другом уровне. Так должно быть. Мы должны услышать именно как неисполнившие, как двоечники, которым приходится полностью повторять урок. И когда мы так будем воспринимать, они как такое знакомое, хорошо это знаем, и что уж нам тут это повторять. А раз повторяется, значит, надо. А раз надо, то надо еще вот в эти тонкости углубиться, потому что Господь говорит немного похожего и говорит то, что новое, то, что отличается. Слушаемся. Какой из вас отец? Когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. О чем идет речь? Хлеб и альтернатива камень, рыба и альтернатива змея. то есть хлеб это Христос. Рыба это Христос. Первые христиане изображали рыбу и писали их Фис, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Так рыба звучит на греческом языке. Значит это речь идет о Христе. О том, что хлеб земной, рыба земная это что? Это образы подлинной пищи, пищи небесной. Причащение Христа самого. Хлеб, рыба. И как бы в подтверждение, в уяснение вот этого Господь третье добавляет. Это то, что именно чем отличается вот этот фрагмент у Луки заметно отличается от фрагмента Евангелиста Матфея такого же. или если попросит яйца, подаст ему Скорпиона. То есть жизнь или смерть вот в чем выбор. Если на земле то, что делают грешные люди, где всякое доброе дело исковерканно с человеческим тщеславием, самомнением, самоутверждением, как часто это бывает именно на добре. если даже вот на этой грешной земле, где все так слишком несовершенно, это настолько важно, это все равно воспринимается как добро. этот хлеб земной, это рыба, яйцо, а не смерть, которую люди распространяют вокруг себя как действительно как некие бациллы такие, болезнетворные микробы. Это жизнь, которая подается людьми друг другу на земле жизнь временная через хлеб, через рыбу, через пищу всякую. Это образ того, что Господь может подать, Он может подать вечность, то, что имеет. Ты вечности не имеешь, здесь даешь земное, и ты участвуешь вот в этом Божьем деле. ты фактически становишься образом того, что сам Господь дает. Итак, если вы, будучи злые, говорит Господь, умеете даяние благие давать детям вашим, все называется своими именами, никакого поглаживания по головке, вы, будучи злые, даете даяние благая. Вот, даяние благая, а вы злые. И вот это мы должны помнить. Человек, счастливящийся своим добром, это достоин смеха. чем он тщеславится? Даяние благие, они от Бога. И этот же фрагмент, похожий у евангелиста Матфея, как раз говорит о том, что даст благо Господь. То есть и то благо, и то благо. Но истинное благо от Бога. А здесь у евангелиста Луки говорится яснее, что такое истинное благо, которое дает Господь. тем более Отец Небесный даст Духа Святаго. Вот ради чего живет человек. Ради чего обращается к Богу. Не ради земных благ, а ради Духа Святого. Потому что в Божественном ресурсе вечная жизнь, приготовленная человеком. А в человеческом то, что можешь. Можешь слово утешения, как апостол говорит, утешай, утешай. Можешь вразумить, вразуми. Можешь, что можешь сделать, что в твоих силах. Но все равно подлинное, истинное, совершенное, оно от Господа. И это, раз это уже не шестая, а одиннадцатая глава Евангелиста Луки, значит, это уже эти слова не просто повторение того урока, а углубление на новом уровне восприятия. Вот так, как от года в год мы слышим одно и то же Евангелие из множества различных фрагментов для того слышим вновь и вновь, чтобы углубиться, чтобы к подлинному прийти, а подлинное это Дух Святой, который подается верным от Господа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok